Спасибо огромное, что отрекнулись на наше приглашение осветить более подробную ситуацию, которая немножко взбудоражила Харьков. Сегодня мы узнаем подробности о ситуации, в результате которой разоглачили точку продажи находиков в Харькове. Итак, сегодня у нас Вячеслав Туда, гражданский активист и волонтер известный, Сергей Тимохин, представитель гражданской общественной организации «Схидный корпус» и Валентин Быстриченко, грамматика «Варта Харьки». Вопросы основные, почему гражданское общество, а не правоохранительные органы занимаются борьбой с наркотографией в городе и правомерными ли является применение оружия представителями органового агентства в ситуации, которая произошла. Мы решили сначала выслушать вас, тех, кто принимал непосредственное участие во всем, что происходило, поскольку город на это обратил внимание и это, в общем-то, было заметно, поскольку, я так понимаю, проехались там довольно прилично, да? По полной. Заметно все это было. Ну а потом уже брать комментарии правоохранительных органов, потому что они в них тоже есть сомнения. Вячеслав, наверное, первый этап вы? Ну, наверное, первый у Валентина Быстриченко, так как он первый оказался на месте происшествия. Все? Все? И, конечно, я хочу сказать. Я там очутився, скажем так, чисто випадково, но, как говорят, випадковости не випадковые. Я хочу наголосить на одном. Первый момент. Зараз идет война. Если кто-то не осуществляется, там, стрелы рядачей, там, что-то тех людей, которые делят сестры, ну что ж, тогда давайте разом едем на Донбас, посмотрим, что там происходит. И другой момент. Сейчас в городе есть просто закон переход к количеству в якость. Если громада, или вообще, ну я не знаю, будь-яка людина, она будет изголять, что маленькие правопорушения будут происходить без покораний, то тогда эти правопорушения потом перерастут в якость войны. То, что мы бачим в Донбасе. Поэтому меня очень порадовала активная позиция громады до этих вопросов. В вопросах с наркома, с торговлей, с агентствами нерухомостей, с квартирами, которые, кажется, все остальное. И что самое интересное, что все эти точки, как я сейчас озвучу, их защищают агентствами охраны и безопасности. Так оно называют еще. И это не наиболее интересное, что на все эти моменты, где такие вот, типа законные злочины, выезжает самая охранная агентция. То вопрос у меня, по-перше, это охранная агентция. Что она охраняет? Если она охраняет, то наибольшую охранную агентцию охранять продуктовые киоски. Что она там охраняет? А вы такие киоски, где выручка? Ну, это уже иное вопрос. Я думаю, что СБУ и АВЕС в этом разберутся однозначно. Если нет, то все журналисты включаются. Я напишу, что я бачу все младшими. 21.30, приблизно. Мы проходили за иконой на площади свободы. Там, где хрест стоит и так далее. И мы бачим, что там и галки, там стоять машину. Мы перейшли туда и бачим такую картину. Хлопцы из охраны и безопасности. Они стоят. Лежат хлопцы, которых я знаю. Мы с ними на акциях бачили. Я их бачил несколько разов. И несколько десятков разов. По охране кордона. По тому, что мы хапали окопы и так далее. И деяких из них начинают просто опрониживать. Будете наступать на галлю на той. На обличия, в бедах, охрана и безопасности. Обшукувать. Они не имеют права этого делать. И когда мы уже бачили, что их правильно бьют, они лежали внизу. Эта охрана и безопасность уже надеялась на их наручники. И они их били. Реально били, получается. Били ногами. И били руками по обличию. Вот. Цей сечень я передав в милицию. Я исследовал по тому правопорушению, что это перевышение повноважения тієї агенции. Это первый момент. Другой момент. Люди навколо, было много людей. И люди начали же реагировать. Что за фигня? Что в Украине происходит? Что это происходит? Что люди просто так, ни за что, ни про что, поколали на землю, пошли там бить и так далее. И обшукувать. И они не имеют права. И люди уже втрутились. Все. И когда люди уже пошли втручатись, охрана и агенция, я так понимаю, просто забоялась реакцией людей. Все. И тогда уже их вернули. И тогда уже проехали милиционеры. И начали уже спалкиваться с этим вопросом. Все, что я бачил, все ночами. Потом мы отъехали, и вернулись, где-то через 2 часа, там, побачили, что все уже, скажем так, все уже закинчилось, все уже разъезжаются по домам. Это было приблизительно 11 часов. Все. Это было право порушения охранной агенции, что они увеличили свои повиновения и они реально своими версиями руками не было людей. Все. И это просто, для меня это просто нонсенс. Вот так вот. И еще раз повторюсь, как представитель активной частини громады, Харкевской, что, по карному кодексу, правоохранцы, милиционеры, они не могут выполнять по каким-то причинам своих функций. Вообще, если человек видит право порушения, если человек не отключается, а просто спостерегает, то он является совместителем. Все. Звучит право. Да, совместителем. И соответственно, с законом. И то, что люди реагируют, люди реагируют на право порушения, на продаж наркотиков, когда вырезают зеленые насадки в центре Харкова, в третьем номере, реагируют на несправедливости в агенции нерухомости, когда приезжают беженцы, на людей кидают на гроши. То, что громады реагируют, я не знаю. Это очень большое спасибо людям, потому что они были в окраине. Валентин, били людей именно представители охранного агентства. Да. И еще я очень интересно, кроме охраны, не было. Милиция? Нет. Милиции тогда не было. Я точно не помню сейчас, но милиция в том эпизоде, она даже не примала участие. Их там было, если правильно помню. Били представители охраны генции. И был один парень, где-то он занят на камеру. И вот Александр, он из какого-то клуба, он спортсмен. И он тоже бил парень. Причем, он бил очень технично, и он, небыто, нахалялся до парень, и очень технично бил. То можно просто отрезать на праздничном ударе у спортсмена. И мы еще не знаем, кто это такой. Но я знал, что на видео где-то он занят. Александр, он на журналистов очень неадекватно реагировал. Когда они подошли, сказал, кто вы такой, скажите, пожалуйста. Он начался на журналистов на кипину, реагировали неадекватно. Я думаю, что те люди, которые его снимали, они тут есть. Так что, если есть информация, как его назвали, то Александр, пожалуйста, скажите, просто интересно. Он подал какие-то посвящения народного дружинника. Он кричал, что скоро не будет ни милиции, ни СБУ, будет только народная дружина. И мы так очень интересно вопросом, кто ты вообще такой? Сергей, сегодня должен был быть Олег Ширяев, комбат Схидного корпуса. Ну, я так понимаю, вы можете прокомментировать ситуацию со стороны Схидного корпуса? Ну, поскольку Олег сейчас командировал, я не могу присутствовать. Скажем так, я от Гражданского каравана. Опять-таки, будем перерывать фактами, я там не присутствовал. Поэтому могу сказать следующее. Если граждане своей страны, харьковчане, украинцы, хотят видеть свою страну в город чистым, в этом нет ничего плохого. Ну, скажем так, это абсолютно нормальное желание каждого человека. У нас у всех есть дети, у нас у всех соседей, мы хотим жить в чистом городе. Опять-таки, если люди любят право нарушения, то действительно люди выехали на патрулирование в город. То есть представители Схидного корпуса выехали на патрулирование? Там, возможно, были представители Схидного корпуса. Опять-таки, почему? Почему? Потому что, ну, можно быть филателлистом одновременно заниматься там в секции, я знаю, там фехтовок, пословно говоря, да? А вот, давайте, какой я еще там не присутствовал, я не видел, не могу сказать кто-то, даже с ней там были, что-то позиция активная грехового гражданина. То есть если человек там присутствовал, да, допустим, и выполнял какие-то действия. Оценка не сможет дать в суд. Но мы, как очистить, можем сказать, что если люди увидели право нарушения, у милиции, опять-таки, местами тоже сказано на руки. Скажем так. Почему? Потому что все эти же препурсоры, все эти препараты, все и прочее, они тоже правильно по технику нахом защитить. Играются, да? Это запрещенный препарат, мы, скажем, разрешим следующий, пятый, десятый. Возможно, опять-таки, милиция занята там безопасностью, УГУАДа. Я не обвиняю сейчас никого. Да? Возможно, руки не доходят, не спорят. Если активисты видят это дело, они могут на это реагировать, и должны на это реагировать. Это правильная позиция. Да, опять-таки, вернуться в охрану, там, и безопасность, да, она может охранять Теоргский. Я тоже никого не обвиняю. Может охранять Теоргский. Но устраивать стрельбу в центре города, да, допустим, и потом вы избиваете две одни граждан. Ну, я считаю, это перебор. И с этим надо разбираться. Опять нужно разбираться, я не хочу никого обнять, но я вижу такую позицию. Вы можете охранять, вы можете охранять кого угодно, и как угодно, да, вы заключите договоры, охрану и все прочее, но не превышать свои полномочия. То же самое, как и активистов. Вы шли от отрыгеров, вы видели какое-то правонарушение, да, вы можете по себе рожанское задержание, что-то еще, но вы не должны никого избивать, вы не должны, допустим, какие-то там, причинять телесные, или там, например, материальный ущерб, в данном случае. Да? Что ребята сделали, да, допустим? Они увидели такую ситуацию, за ними все сначала погоня пошло. Что спровоцировало погоню и стрельбу? Да. Ребята начали с места. Была вызвана охранная агентация, как я понимаю, да? А вот, не понятно, что за люди, как они сойдутся. Ребята просто уезжают. И вот они видят, что их машину поджимают, за ними едет одна машина, вторая машина. Да, при этом было решение, и правильное решение, ехать в место блюдное, да, где есть камеры, в том числе веб-камеры стоят на площади. То есть, обратите внимание, никто не пытался прятаться где-то в подвал и разбираться. Убегать никто не может. Да. Задача была донести это все дело до общественности. Было бы ее на площадь, ребята прорвались, из города Сталинграда прорвались на площадь, приехали в Сумскую, приехали там и там остановились. Почему? Потому что, если бы это происходило в темном периоде, я не знаю, что было бы с ними, на самом деле, что мы могли сделать, же самое. Охрана, опять-таки, не будет, ну, это мариторный слой. Да, мы не будем их озвучивать. Ну, просто так, для разобраться. Поэтому, все, что произошло, я считаю, надо разбираться. Надо смотреть, кто превысил полномочия, кто поступил неправильно, почему так. Для этого здесь и собрались. Вячеслав, ваши комментарии. Спасибо. Ну, ребята, в принципе, сказали, основной момент, что было сделано, да. Я тоже считаю, что то, что сделали эти ребята, они просто красавцы. Ну, я считаю, что, если бы все общество, да, основная масса общества была настолько активная, то вот даже мыслей не было, да, в этих всех преступных махинациях, да, ну, в преступных сферах. Это наркотики, там, рейдерство недвижимости, агентство по сдаче жилья в наем, и так далее, и так подобное. Если бы было очень много активных позиций, да, то никто бы даже в Харькове не думал о том, чтобы устраивать здесь наркопритоны. Причем эти наркопритоны действуют, ну, вообще без прикрытия, да, ну, как бы, и не смотрят на паспорт, сколько там ребенку лет, да, образно, да. Дети по 14 лет, они уже есть куча наркозависимых, это так называется. То, что это говорят, что это не наркотики, а психотропные вещества, ну, давайте так, у нас приравняли димедрол к наркотическим средствам, да, которые все мы из вас прекрасно, да, утрас жизни, но употребляли, да, там, от температуры ребенку сбиваем, это, это наркотик, да, а психотропные вещества, которые вызывают смерть, это не наркотик, ну, это не нормально, просто, вот, вот что нужно менять, да, то, что говорят, что они там ворвались, вот, расскажу, как было, потому что, ну, с первых уст я все это услышал, я не присутствовал сам, что сделали сначала контрольную закупку, убедиться, что это не, ну, чтобы не ошибиться, что это конкретно киоск, который продает, там, утре спайса, там, марку, ну, и спайса, наверное, тоже были. Ребята сделали закупку полтора килограмма макового зерна, пропитанного каким-то веществом, психотропными веществами, и дают сразу бутылку растворителя, да, вот, растворитель, кстати, у нас еще и остался, потому что мы в мешок, в мешок, в овощной киоск, торгует маковым зерном, и в придачу по умолчанию дает литр растворителя, ну, интересно, конечно, торговля, овощами, бабушкиных пирожков. Да, интересно, вот, когда они грузились, увидели охранное агентство, меня набрало кинезоактивистов, спросили, что мне делать? Я говорю, давай гоните на площадь, на центральную площадь, палатки, да, там, ну, уже озвучено было, что там есть камеры, да, и мы туда, ну, как бы, я тоже туда выйду, ну, подтянем туда общественность. Если бы, да, они могли, ну, вы представляете, да, что такое там два охранника или четыре, не знаю, сколько их там сидит, и, в принципе, силы у них тогда на тот момент были равны, они могли там остановиться и образно выяснить все отношения, ну, с этими охранниками, да, но мы хотели создать прецедент, чтобы на него обратила внимание милиция, потому что это уже не первый гиоск, который, ну, который они делают контрольные закупки и сжигают наркотики. Они не заметили, не забирают там ни деньги, ничего, они вносят наркотики, обливают растворитель и поджигают. Вот что они делают. Или с пальцем там поджигают. Ну, вот сделали там точку, да, через два дня на этом же месте, по той же самой схеме эта точка работает. И это не одиночный случай, это именно системной. За три дня точка полностью возобновляется, и опять-таки открывается та же самая торговля. Поэтому мы хотели обратить на это внимание общественности и милиции. было принято решение ребятам ехать не сразу в райотдел или сжигателем, потому что я говорю, «Жига не надо, давайте отвезем в райотдел», а ехать на площадь и там уже, ну, вести все эти разбирательства. По дороге на площадь, вдумайтесь, да, их преследовало уже в конце на площади шесть машин. Все охранное агентство. Охранное агентство. Ну, вот ППСники к ним подключились возле оперного театра. Это вот маршрут, по ним мы уже решили доехать, ну, чтобы под камерой попасть. И туда просто были приглашены и журналисты. По дороге в центре города, да, в выходной день, вечером, когда везде гуляют дети, мама с колясками, они устроили перестрелку. То есть, ну, не перестрелку, а стрельбу, не перестрелку, потому что никто от них не отбивался, да. Выпущено было, ну, я думаю, порядка десяти магазинов, потому что только попадание было, порядка двенадцать или тринадцать попадания. Стреляли они какими-то специальными резиновыми пулями. Да, то есть это не была пневматика, как там пишут, да, и это есть баллистическое заключение о том, что это резиновые пули, пистолет, да, травмат. Этот травмат прошивает, представьте себе, он прошивает лобовое стекло, ну, что он может сделать с организмом? Попробуйте разбить лобовое стекло. Ну, я это очень тяжело сделаю, да. Он прошивает металл машины, да, и выходит еще в салон. Вот представляете, если бы вдруг в кого-то попали, а если бы это попали не в машине, да, там, какие, как говорят, что они хулиганы, да, а представьте, идет мама с ребенком, и эта пуля залетает в колясок. То есть превышение полномочий охранного, это так называемое агентство, которое крышует весь нелегальный бизнес в городе Харькове, да, стопроцентное. Потому что охранник, я не знаю, для чего вообще ему травмат, потому что у него нет статей применения для охранного агентства, только когда ему угроза жизни именно него. Ну, при погоне, да, когда ты догоняешь, угрозы жизни у тебя никакой нет. Это сто процентов. Ну, и по дороге, да, из-за своего непрофессионализма, потому что тот человек, который просто сидел в преследованном машине, он права получил три недели назад. Вы представляете, как он ехал? У него машина, ну, она быстрее, чем 80 километров, вообще не едет. И при этом его преследователи умудрились два раза попасть в аварию. Понимаете? Которые пострадали в посторонние автомобили наших мирных раб. Вот это вот то, что они натворили на протяжении 15 минут в городе Харькове. И скажите, давайте теперь, вот наркотики, да, и вот это агентство, которое крышует эти наркотики, и которое вот такой беспредел устраивает на улицах города Харькова. Я настаиваю на лишении лицензии этого охранного агентства. И были сняты побои, средней степени тяжести побоев этих активистов, да, и они тоже будут направлять в суд, в милицию об открытии криминального проважения по поводу избиения, превышения полномочий этого охранного агентства. Вопрос ещё вот какой. На видео, на ролике накипело, есть ощущение, что милиция была, в то время, видимо, это уже было последствия избиения, журналисты успели к моменту, когда как раз уже закончилась непосредственно драма. Но милиция активного участия в инциденте не принимала. Смотрите, по поводу милиции я тоже понимаю прекрасную милицию, когда в центре города, да, когда у нас антитеррористическая операция, кладут каких-то молодых спортивного телосложения парней лицом в асфальт, я бы тоже как бы, ну, не разобравшись, да, не вмешивался, потому что, ну, как бы, стоять на сторону именно этих ребят, которых положили, как написали, мордой в асфальт, да, ну, может, это действительно какая-то группа российских террористов, правильно? Или правильно? Когда, когда было развод, когда они разобрались, милиция, да, она сразу же пресекла все, все попытки так называемого охранного агентства к беспределу и, ну, отпустила ребят. А. Причем, ну, полностью, ну, не предъявили никаких обвинений, потому что я, вот просто отношение милиционеров, к этому всему, просто как граждан Украины, как просто простых людей по совести. Вот просто подходили, да, генералы, полковники там, ну, как бы вся верхушка города Харькова. Вот сжали крепко руку этим пацанам, говорю, блин, пацаны, спасибо. Просто спасибо, человеческое спасибо. Потому что у нас руки связаны. И, понимаете, вот хочется вот обратиться к тем людям, от которого зависит это, чтобы развязали руки милиции, да, чтобы вот такого беспредела в городе Харькове не было. Вопросы? У меня один вопрос, откуда узнали о киоске, собственно, как вы его проверяли, его не проверяли, потом звонили ли вы и сообщали милицию о том, что действительно этот киоск, ну, то есть были попытки, да, позвонили в милицию и сказали, что вот есть киоск, который торгует, да, активными веществами. И почему не позвонили на тот момент, когда, собственно, уже активисты? Что за активисты были? Потому что пишут разные информации, грабательского арта, скидный корпус, еще разные организации. Есть ли у вас полномочия, собственно, на то, чтобы таким образом бороться с преступностью? И будет ли это означать, что, собственно, вы будете дальше таким образом накрывать, скажем так, киоски и так далее? Какое накрывать? Накрывают, знаете, противоправные какие-то действия. Вот мы их пресекаем. Мы не накрываем, мы пресекаем противоправные действия. Потому что есть 5-я статья Конституции, да, что народ это... Едином журналистов, укриняне е-народ. Е-народ. Ну, вот скажем так, для примера. Вот они находятся на маленький пример. Возьмем торговлю бензину. Как протаг ant sane. В нем закона торговли бензина. Вы думаете, у 저 не было обращений по торговлю бензину? Да, простой пример,். Ее все видят. Любой гражданин, можете видеть у себя во дворе, на трассе, где водно, да? Само собой не установленных местах, тактизмных товаров, я не буду рассказывать всего больше. Возвращаясь к тому же сильному вопросу, у нас уже были участие в задержании, то есть в микроавтобус, перевозящий в таре пластмасса большое количество топлива, было вызвано милицией, но опять-таки, в милиции, у них нет закона, запрещающей перевозить топливо, но был составлен какой-то небольшой админ протокол на незначительную сумму, потому что непонятное происхождение бензина, оно перевозится в неправильную пластмассовую тару, не так, как оно должно перевозиться. Но граждане не имеют права перевозить топливо, на самом деле. То же самое с этими существами. По документам, возможно, все будет ровно, еще раз, законодатель создан таким образом, что препараты, почему-то, да, прекурсоры, какие-то растворители, допустим, какие-то там 647 и прочее, являются у нас тоже запрещенными, их продавать нельзя даже в пус-магазине, прословно говоря. Правильно, допустим? То есть по базе, под это дело подвести, должны работать адвокаты, юристы, милиция, еще раз, милиция работают строго в рамках закона, как и даже в рамках закона. Но если против, скажем так, гражданина, возьмите свои ситуации, вы сейчас идете по улице, ну, не дай Боже, там, узловно, и татистически, любой гражданин идет по улице, вид какой-то права нарушения, ну, возможно, это ограбление там на улице, там, в котором вы можете реально получить, то есть не рискуя, может быть, своей жизнью. То есть содержать преступление, когда-то там сообщить, то есть пока будете набирать телефонную трубку, вы знаете, там, в таком-то переулке, там, женщины носили, выграли, там, что-то еще, да, это правильная позиция, да, то есть вы можете пойти домой, набрать, так сказать, снять это на видео, телефон, выложить потом в YouTube, это тоже позиция, я никого не обвиняю, это решение каждого, но если люди видят, это про нарушение и поступают ответственно, да, пытаясь их пресечь, давайте разбираться про плохо это или хорошо. Вот есть понимание? Нет, по поводу обращения было, и обращение, и обращение, и обращение. Сами накрывали точки, и вызывали туда наряды, это было, поверьте, неоднократно, много-много-много-много-много раз, это еще с осенью тянется, понимаете, реакции ноль, точка закрылась, милиция там составила какие-то протоколы свои, на том же месте, где она составляла протоколы, через два дня она работает, все, понимаете, было это, и не раз это было, это постоянно, на вопрос к милиционерам, почему это происходит, у нас нет правовой базы, это пресечь, понимаете? А откуда у вас эта база привезла? Девушка, ну, извините, чуть-чуть оглянитесь, вот так, это, хотите, вот мы сейчас с вами выйдем, пойдем на какой-то базар, да, ну, вот, два героя труда поехали, мы просто, я не знаю вообще ничего, да, мы просто будем ходить по, рядом с киосками, и мы 100% найдем, мы просто поедем на блокбазу, накрытый рынок, и там в каждую вторую, даджик или, не знаю, по национальности, с подполы продает мать-растворитель спайса, понимаете? Все об этом знают, все об этом знают, понимаете, каждый милиционер об этом знает. А что значит найдем, вы будете спрашивать в окошко, а можно просто подходить, тупо, я сам делал контрольные закупки, подходишь, дайте мне там спайсов, а тебе еще предлагают на выбор каких там спайсов, есть они там Голландия, там Германия, ну, какие-то там, в честь стран каких-то названных, Вопрос, конечно, еще внешности человека, желательно иметь внешность, ну, у меня так тяжелее, да, тяжелее, потому, ну, определенные люди, определенные наружности, скажем так, по ним тоже видно, когда идет движение, ну, поверьте, на самом деле, по поводу, по поводу внешнего вида, да, мы когда приехали и ждали милиционеров, что вы говорите, вызывали в милицию, то за то время, когда мы их ждали, наверное, это было около часа, ну, порядка 100 человек подходило, да, вот, смотрело, что закрыто и уходило, и, поверьте, там были очень обеспеченные люди, очень интеллигентные люди, были там, как говорят, и ботаны, и, ну, вот, понимаете, от наркоманов до ботанов, там все свои населения присутствуют, вот, в этом употреблении, я, знаете, когда постоял этот час, мне страшно стало, что такое количество людей на одной точке в час покупают спайсов, а их по городу десятки, весны сотни. Дайте ботану слово. Да, ботану дайте слово. Я хотел бы создать, ну, очень простой момент, удивите. Мы сейчас разговариваем про такие вот штуки, да, вот. Мы все говорим про наследки, да, это все наследки. Основная причина, на мой взгляд, на взгляд громады, да, вот, активную часть, честная громада, это, что нам барабаны, что происходит навколо, это первый момент, да, самому вызываются вот такие там запитания, там, блин, а где вы там нашли, то все. И другого момента, дивитеся, у нас есть реальный осредок сепарев в м. Харкове, да, это меря. Что наиболее, на самом деле, дуже багато, на самом деле, дуже багато справ, которые сейчас происходят по месту, они происходят с такой одногласной, да, договоренностью с меряем. Да, что меря это пришло, или она это продвигает. Я вам очень просто это объясню. Дивите, первый пункт, спил дерев. Это уже не первый. Рисопарк зараз проезжает от нормальных, здоровых дерев. Да, его зараз проезжают. По закону, по закону, да, у них есть подробные акты. И это сделать, как-то их там выиграть, не может ли. Милиция, я думаю, вы сами знаете, сколько она едет на выигрык. Знаете, что, ну, в найкрашу выигрык, она прийдет за півгодину. Это найкрашу выигрык, да. Слава, что у нас есть связок уже, да, с патріотическими милиционерами, да, и мы можем подсказать, будь ласка, это терминовано, требует послать машину, да, и машина выезжает уже лучше. Но все равно, это проблема есть, да. И другой момент, ну, давайте, мы живем в реальном освете, мы видим, что, как есть нормальные, патріотические милиционеры, да, слава богу, что такие люди есть. Такие в милиции адекватные люди, которые все равно выигрывают, которые в этом принимают участь. И про это тоже не нужно говорить, да. Третий момент, давайте, когда мы говорим там про милицию, какая реакция милиции. Вот вы знаете, там, журналисты, и так далее. До речи, все журналисты, мы запрошиваем на вот эти акции по деревам, по выстрелу тварин, да, протизаконам, понимаете, да, по наркотикам, давайте просто разово-то все сделаем. Вот просто покажем в гармонии, что происходит в Харькове. Вот реально, все, не проблема. Только давайте подумаем, все нормально, все сделаем. И это только начат. И третье у меня, очень просто вопрос. Я думаю, вы знаете, что мы ввешали прапор на НИКО, на Магдану Конституции. Его сняли, комунальщики. Почему сняли, уявите соби, зелен бут, те, что вырезают зеленые деревья. И ночью. Дивите, а чего они сняли? Они сняли официально. Они очищали памятник від бруду. Уявите соби, да, прапор Украины, то бруду. Розумієте, стрички, да, у кольорах. Прапор Украины, то бруду. И все же, только, смотрите, это только маленький момент. Вы же все знаете прекрасную ситуацию с желтым сервисом. Знаете, что нет? Знаете все, с благовым устремом и так далее. И вы понимаете, что мы живем в этом, так? И нам, наверное, что-то происходит вокруг. И много людей кричат, йома, его так все погано, правительство таке погано, Порошенко погано и так далее. Так давайте хоть что-то сделаем. Сделаем хоть что-то не лучше. И когда люди начинают делать, все говорят, что они делают, так? Какие-то хулиганы и все иначе. Вот почему основная фишка. Вы понимаете? И те, что говорят, что законных, например, таких сейчас нет, то не проблема. Сейчас в Верховной Раде есть нормальные депутаты, у которых есть грамады. Будут приняты законы, которые помогают полиции, то легче делать. Однозначно, как в Тубьёре, мы уже начали спілкуваться с депутатами, которые соответствуют правительство. Вы понимаете? Но в чом прикол? Сперва идет закон совести. Вы понимаете? Конституция это наибольший закон, вы понимаете? Но она все выходит из закона совести. И мы в Конституции угрутовываемся, потому что, если мы видим, что происходит какие-то правопорушения, мы должны втрутиться. Вы понимаете? Вот час же той, когда мы проходим, закрываем с собой, что говорим, кто не имеет проблемы, он уже закинчивается. Вы понимаете? И когда говорят, что все, час Майдану, ну, все только начинается. Вы понимаете? Кожен в своем месте, в своем подъезде, в школе, в гуртожку, кто где живет, от кожен в своем месте, в троллейбусе, это час Майдану, Валентин, безусловно, здесь не с чем даже спорить. И я уверена, что журналисты присоединятся к вашим акциям. Конкретно по ситуации. Я так понимаю, плотное сотрудничество с правоохранительными органами, товар, так сказать, сдан. Правильно? Товар сдан, корпус протокола. Да, то есть, ребята сняты... Ребята сняты побои, один человек до сих пор в санаторий, ну, как бы, ну, наверное... Санаторий, вы имеете в виду госпитализированный, до сих пор? С трудным. Ну, мы его отправили, он там, на старом салтке, потому что человеку плохо, реально плохо. Ему тошнит постоянно, наверное, с отвесением мозга, но он там снимал все эти побои. Еще одно замечание, которое сейчас у нас тут не прозвучало, это о правомерности 10. То есть, применение специалистов, будет ли это... Нет. Задержание. То есть, даже милиция, опять-таки, часть милиции, которая работает у нас последние, и мы стараемся работать правильно. По крайней мере, с вами рядом. Да, да, да. Скажем так, должен быть протокол задержания, да, должны быть поняты ли. Да, то есть, все это должно происходить. Правильно. Было ли составлен протокол задержания, как можно составить протокол задержания, охранное... Охранное действие. Имеет ли это право применять спецсредства, даже наручники, мы сейчас даже не говорим о стрельбе, да, это вообще вопиющий факт. Даже наручники, на каком основании мы их применяем? Давайте это просто тоже рассматривать. Вот эти моменты, которые должны быть, так скажем так, депунктиром, то есть, как мы мыслишь, они только активистов. Надо смотреть все ради этой призмы. Есть еще вопрос? Можно я начну? Я сейчас аналас. Сколько человек пострадал, да? Пять. Всего пять было. День сейчас находится, да, и все-таки не скажем так. И, собственно, какая организация, участвовала? Какая организация? Мы граждане Украины, да, мы любим свой город, и мы не позволим в этом городе продавать наркоту, потому что, ну, я по жизни, да, от них очень сильно, как бы, косвенно пострадал, да. Я знаю, что это такое, поймите, да? Продать наркотик, это все, это другая жизнь, это не полноценная жизнь. То, что наркоман говорит, что, ой, как мне классно, и что вы мне хотите там все это забрать, убрать, он больной человек, да. Наркоман это не преступник, он больной человек, так, но нельзя давать, распространяться этой болезнью. Вот это надо остановить. Это как эпидемия, понимаете? Ее нужно на корню сломать. А то, что, это нет, это меня не коснется. Любого это может коснуться. Повторю, любого. это неправда, что вот я не так воспитан, я этого не буду делать. И родители, те, которые кричат, ой, нет, я воспитала своего ребеночка, он у меня такой, такой хороший, хороший. Поверьте, я столько раз этих речевок слышал, да, и когда она потом говорит, как так, он наркоман, понимаете? и у них шок, и все такое. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Я хотела бы выяснить, если мы никак называем активистов, тогда расскажите, сколько с осени было уже прикрета точек таких продажных работников этими же людьми? Вы понимаете, наверное, не одно, потому что они открываются через несколько дней, я уже повторюсь. Фактически, это прецедент, когда гражданские активисты с ней или с ней. мы просто вот так, понимаете, хотим обратить внимание, да, и даже от леса готовы, вот скажите, куда мы будем, чтобы они на плакатах, вот так вот, новая адреса, только точка откроет, давайте записывать их туда, чтобы они хотя бы уже место дислокации, да, потому что, ну, вы поймите, что настолько нелегко это найти, да, но это, очень легко это сделать, найти наркотики в нашем городе. Вы еще сказали, что произошло два ДТП с участником охранника. Да, одна машина перевернулась, а другая там кого какую-то зацепила. А перевернулась где? Возле рассадника, сепаратизма, а вот его совета. Нет, мы смеемся, как мы говорим, что это рассадник сепаратизма и всего и ничего, но для меня это очень важный момент. Дивите, завтра будет суд на Гепру, да, это не то, что все, все в Курске, но еще до сих, реально, ты видишь соби, при фронтовом месте, да, я не знаю, кто там из присутствующих, из тех, кто смотрит этот стрим, или будет смотреться, он уверен на 100%, что Харьков никак не зацепит. Да, вот скажем, там, то, что там сейчас сгораются в Визька, биле Белграда, и все иное, я не знаю, что такое, почему у нас такие вот расслабленные, ну, расслабленные санкры. Полетина, это философские вопросы. Это не философские пытания. Это вообще не тема для спора, это абсолютно все понятные вещи. Не всем понятно, благо ты разумеешь? Тебе можно заразуметь, потому что ты просто не делаешь. Есть ли еще вопросы по ситуации, короче? Уточнение дальше. Вы сказали, что, правильно понимаю, ребят на площади отпустили, милиция ничего не предъявила, потом они обратились, сняли побои, и в дальнейшем планируют еще обращаться по поводу превышения баллов. Да, милиция, еще не обратились, вот вернемся, этот парень, и пойдут обращаться. Там же нет сроков, да, давности, в течение трех дней, не знаете, никто? Нет. Нет, да? У меня себя плохо чувствовать. Нет, ну просто, он реально себя плохо чувствует. Но он не госпитализирован. Нет, нет. А что с акционным магистром? А вот вопрос, что с акционным магистром? Мы вообще, нет, они потихонечку раз рассосались. Было там 12 машин, 10-12 машин, они просто разъехались. Когда они поняли, что им тут уже ничего не светит, да? И что вот этот вот, как их назвать, терминаторы, да? Что же они уже не терминаторы, потому что и милиция, и активисты подошли, что они уже, блин, букашки. Да, они просто так сели, и тихо разъехались. Вот такие лбы, по два метра, по 150 киллоравут. И, то есть, ну зафиксированы какие-то номера машин, личность этих людей? Да, пожалуйста, охрана и безопасность. Вот все машины, которые есть в этой фирме, они были на площади, можно номера переписать, где они там стоят. Шесть автомобилей, да? Да нет, их было больше, а потом еще подтянулись остальные на площадь, со всех районов города. Милиция не задерживала, не задерживала, не задерживала. стреляли, не задерживала. Есть еще уточняющие вопросы? Если бы не крышевали, наверное, их вообще не было. По-любому, есть нечистые на руки милиционеры, которые продолжают этим заниматься. Ну просто так, оно же... Ну, в общем, еще очень много, на самом деле, работы для того, чтобы... Честно, не скажу бы, потому что я же не милиционер. Я думаю, что это просто они не паклицы. Я знаю точно, что скидный корпус их не крешуют. Это тоже. Спасибо огромное. Мы теперь будем ждать комментариев правоохранительных органов. Удачи. Спасибо.